А еще я извиняюсь за свои дурацкие шутки, простите меня, пожалуйста, я не хотел вас сожрать, я просто прикалывался. Ладно, проехали. Так почему вы сами не смогли освободить ваших друзей? Ну, потому что поднялась тревога и вокруг понабежало много скруллов, нам пришлось бежать. И вы хотите, чтобы мы отправились в обратный мир, победили всех чудовищ и открыли клетки с вашими друзьями? Мы пойдем вместе с вами и будем бок о бок сражаться с легендарными волками и лисами за освобождение наших друзей! Красиво, сейчас сказал, а мы точно справимся? На всякий случай все равно нужно позвать 9-й Б. Так, ты котик и ты кролик, отправляйтесь в школу и зовите 9-й Б сюда. А мы пока с остальными набросаем план операции. Бублик мачо, бублик мачо, цыпочки по мне все плачут, рыжий волк крови хосячен, мистер Бубл супер мачо. Так, кота и кролика нет уже 3 часа! Блин, им надо было всего-то позвать 9-й Б, где они пропадают. Может с крутыми детками что-то случилось? А может за аномалиями что-то случилось? Хасята, если вы в курсе, где кот и кролик, напишите в комментах. У нас времени все меньше и меньше. Каждая минута промедления означает новые страдания для наших друзей зооаномалий. Да не гунди ты, вообще-то это ваши кемты где-то застряли. А почему мы просто не позвонили крутым деткам? Зачем надо было посылать за ними зооаномалий? Бандит, зооаномалиям они быстрее поверят, чем нам по телефону. А если кролик опять начнет свои шуточки про то, как всех сожрет? Да не начнет, особенно после того, как он побывал в пузяке у коржика. Да, я думаю я у него надолго отбил охоту сутить. А вы сейчас можете позвонить детям своим крутым деткам? А то реально часики тикают, а их еще нет. Они точно ничего не сделают с кроликом и котиком. Да ничего с ними не будет. Но позвонить наверное надо, сейчас наберу. Странно, да абонент не абонент. Небось опять этот 9-й Б свои тиктоки снимал и телефоны у них всех разряжены. Ну вот я же и говорю, отправить к ним кролика и кота была хорошая идея. Мы же хотели разработать план спасения наших друзей из зоопарка, может быть начнем уже? Предлагаю напасть с разных сторон. В зоопарке сколько входов? Три входа, и они хорошо охраняются скруллами. Это не проблема, один вход я беру на себя. Надо размять крожачьи косточки и сразиться со скруллами в виде мегатейлза. О, брателло, ты давно не превращался в мегатейлза. А я тогда возьму на себя второй вход, превращусь в древнего корги. Отлично, а мы вместе с крутыми детками и зоаномалиями будем прорываться через центральный вход. Вы хоть кусаться и царапаться умеете, а чудовище? Ну конечно, мы хоть и добрые, но все-таки мы зоаномали. У нас огромные зубы и мы умеем кусаться. А еще мы будем корчить страшные рожи, чтобы враги испугались. Ну мне кажется, вам их и корчить не надо. Но мы же просили нас не оскорблять по поводу внешности, это буллинг. Это не буллинг, а бублинг. Дружеский подкол, хватит уже обижаться на шутки. Ага, а сами на нашего кролика обижались из-за его шуток. Так, хватит выяснять отношения. В целом мне план нравится, но чем мы будем клетки открывать? Там есть кладовка для персонала, в ней лежат ключи от всех клеток. Ну отлично, план у нас есть. Теперь осталось дождаться кролика и кота с крутыми детками и можно выдвигаться. Парни, посмотрите на часы. Похоже наш поход откладывается. С минуты на минуту папа, мама и дедушка с работы вернутся. И что с того, ну придут и придут, мы дождемся наших и уйдем. Ну понимаете, я не уверен, что взрослые человеки поймут, что мы с вами тут планируем. Это да, и много вопросов вызовут два чудовища в гостиной. Мы не чудовища, мы зоаномали. Ну зоаномали, какая разница, я думаю, что если вас увидит человечиха, то начнет визжать и орать, и никуда нас с младшим человеком не отпустит. Это что получается, нам придется прятаться? Ну вообще-то вы немного крупные, чтобы спрятать вас за шторами. Коржик, может умеешь их на время как-то это сделать с кроликом? Без проблем. Так, зоаномали, я вас пока кладу в этот ящик, сидите тихенько, окей? Как только придут кот и кролик, дайте нам знать. Парни, привет. Ну что, соскучились? Погулять не хотите? Эм, но мы как-то не очень горим желанием, там мокро и грязно на улице. Пенсия, ты вызываешь подозрения. Человек нет, не слушай его, конечно мы хотим пойти погулять. Прошло три часа. Гордые хаски лапы не моют, да, Бублик? Посмотрите, что случилось тут у нас. Кто это сделал, Бублик? Это точно не я сделал. Бандит? Ну, давай найдем бандита. Давай найдем бандита. Старший человек, а ты не хочешь колечко поиграть? Или я не вовремя со своим колечком? Так, а где же бандит у нас? Бандит! Добрый вечер. Кто натоптал там грязью, а? Это не я, зуб даю. А кто? Ну как кто? Левая собачка. Не было никакой левой собачки, кроме вас. Тут только четыре собачки. Больше никакой собачки нету тут, а бандит? Кошмар. Ужас. Человек, дед, вообще-то это ты виноват. Вот именно, повел нас на улицу в самую грязь, а потом закрыл ванной, чтобы лапы нам помыть. Но мы сбежали, пока ты переодевался. А после прогулочки надо что делать? А я знаю, я знаю, надо поспать. Неправильный ответ, в дороге выспишься. Еще варианты будут? Ну не знаю, посмотреть сериальчик про Корги? Не бывает сериала про Корги, да вы и не успеете вам через полчаса уезжать. Эх вы, лопухи-гномики, после хорошей прогулки нам нужно кое-что особенное. Вот именно, мы же хищники, а это значит, что нам надо много мяса. Тю, так бы и сказали, что проголодались. И хотите нашего вкусненького корма Сириус? Потому что из всех других кормов, которые мы ели раньше, только в нашем Сириусе столько много мяса. А вы типа не проголодались и есть не хотите? Не, я всегда хочу. Вот я бы и во сне наш Сириус лопал. Но, увы, мне надо следить за фигурой. Самый лучший отдых для черного лиса, это вкусно поесть. Давайте уже кушать, а? Кстати, а вы не задумывались, почему наш корм Сириус делают вот такими сплюснутыми шариками? Неужели нельзя была другой формы придумать? А мне кажется, это они сделали, чтобы нам удобнее было. Смотри, я люблю на язык 3-4 кусочка корма прилепить и медленно жевать. Ой, а мне вообще все равно, в какой форме будет наш вкусненький премиум корм Сириус. Главное, чтобы его было побольше. А вот я с Акбасин со старикашкой. Было бы прикольно, если бы они выпускали корм, ну, например, в виде огромных косточек. И мы бы их грызли. Ну так напиши ребятам, которые делают наш корм Сириус. Они всегда открыты к пожеланиям и предложениям. Им можно задать любой вопрос по качеству и использованию корма. Сириус представлен во всех нормальных соцсетях. А как мне их там найти? Вот ты балбеский, Ксятина. Надо просто заглянуть в описание к моему ролику, там будут все ссылочки. Так, парни, похоже наш план по спасению зооаномалии из зоопарка накрылся медным тазом. Что случилось? Ты узнал, где кролик, кот и крутые детки? Мы тут усердно изображали себя обычных собак весь вечер, а ты нам сейчас такое тут говоришь. Давай, рассказывай уже, младший человек. Короче, я на самом деле узнал, что случилось с котом и кроликом. Их как бы... больше нет. Что значит нет? Куда они делись? Но они, короче, приняли облик Акима и учителя Игоря, и в таком виде приперлись к девятому Б. А потом кролик опять стал шутить насчет того, что всех сожрет. Вот же дебил, зачем? И что произошло потом? А вот, смотрите сами. АПЛОДЫЕ ВЫСТРЕЛЫ Так, стоп, какого хрена мы от них бегаем? Ну потому что они страшные и хотят нас сожрать. Да блин, мы же крутые охотники на монстров. Это мы должны за ними гоняться, а не они за нами. Не, ну так-то в каждой нашей традиционной погоне сначала мы убегаем от монстров, потом они от нас. Да я не про это. Надо просто выйти с ними и сразиться. Точно! Ха, что, надоело бегать? Идите сюда, вкусненькие девочки. Не дождетесь, сейчас я вас поджарю. А я заморожу. А я задушу. А я вас суперударом. Ой, как страшно, мы чуть не обкак... Капец, они мне еще в зоопарке надоели. Ага, гнусные кипчики. Ну что, привет, 9-й Б. Так, я не понял. А Ким и у Чудя Либер тоже сидели в том зоопарке? Выбрались оттуда и грохнули кота и кролика? А это значит, что зоаномали никакие не добрые. Они нас надурили. И прямо сейчас у нас в ящике сидят двое из них. Так, так, так. У нас есть к вам серьезный разговор. А ну, вылезайте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok